всем привет недавно Андрей Макин прислал мне комментарий по поводу сборок вот он пишет что ставить чьи-то сборки это не очень хорошо пишут что не нужно их ставить лучше ставить чистую систему применимо ли это к линуксам что автор туда напихал никому не известно не опасно ли это что значит Андрей сторонник скачивания установки линукс систем только сайтов производителей ради бога никто никому не мешает значит в принципе если следовать логике значит Андрея то у пользователя значит стоит только на два варианта или ничего не ставить ничего не делать или скачать образ официальный с официального сайта и настраивать его своими ручками но здесь как правило только там несколько процентов людей могут поставить все это дело нормально то есть выбор то получается совсем небольшой вариант 1 отказ и вариант 3 значит своими ручками и очень небольшое количество пользователей на смогут эти сборки скачать настроить и поставить я предлагаю вариант с большими как говорится возможностями то есть поставить допустим мою сборку ради бога или значит настроить скачать официальный образ настроить своими ручками по моим видео уроков как видите появляется в два раза больше выбора и причем те кто качает мои сборки как правило процентов 95 на их успешно ставят почему потому что у меня имеется мой блог где в отличие от многих авторов я довольно таки подробно рассказываю и показываю значит и как выбрать операционную систему и откуда скачать дистрибутивы и как проверить скачанный образ и как записать его на флешку и как записать с флешки на жесткий диск и плюс значит я предлагаю кладовочки одна кладовочка значит на мега многие пользователи стали жаловаться что этот новозеландский сайт не очень хорошо работает в некоторых регионах но тем не менее вот на сборке линукса есть цена мончик значит есть мэйд есть x-face есть и по винде значит по винде можете вот этот пакет скачать десяточку со всеми прибамбахами необходимыми там посмотрите также значит я сделал кладовочка мне есть еще на гугл драйве вот здесь вот можете посмотреть здесь тоже три сборки линукса и тут самое необходимое и кладовочка есть еще у меня на яндексе все тоже самое то есть практически можете качать с любой кладовочки проверять на виртуальные коробочки смотреть выбирать там тренироваться можете записывать на флешку можете тестировать потом на флешке если понравится с флешки можете записывать к себе на любой раздел жесткого диска на любом компьютере также значит есть у меня специальная значит вот раздел как разметить жесткий диск то есть практически все необходимые вопросы на моем блоге в результате тестирования и вопросов пользователей были освещены конечно не все но тем не менее в ценамон я помнится на файлик вишенка я поместил в раздел и тси и вот этот разделчик если через него стартовать вишенку вы не изменений делать не сможете но если сохраните этот файлик например в папочке документы то тогда изменения будут сохраняться а файлик вишенка изначальный у вас так и будет сидеть если там что-то вы напортачите то всегда к нему сможете вернуться ну и скачать последнюю версию файлика команды и видео ctb значит можно опять таки смеги вот вот качать вот этот файлик с расширением ctb без волнистых линий вот он 12 9 мегабайта абсолютно крошечный файлик вот нажимаете правой кнопкой мышки скачать и обычная загрузка качаете файлик вот ну как видите качается он абсолютно быстро вот уже все готово теперь спросит где сохранить сохраните в папке загрузки а здесь нажмете значит очистить завершенное пока я храню все это дело на миге почему потому что там у меня хорошо все это дело синхронизировано но тем не менее файлик который значит у вас расположен на вашем разделе в папочке etc тоже значит послужит вам хорошим как говорится подспорьем потому что в этом файлике вы найдете ответ ну скажем так на многие вопросы вот этот файлик у меня он здесь расположен вообще на другом разделе жесткого диска ну куда вы положите свой файлик зависит от вас вот здесь самая скажем так последняя информация по различным разделам значит это вот касательно ценамона значит вот мои тут видеоролики значит все сделаны отдельно по операционным системам и сделаны значит раздел видеоролики по различным там программам и для линукса и даже есть немножечко по винде вот в таком вот плане значит можете посмотреть вот частый вопрос значит был по поводу зависаний значит сразу скажу что значит по поводу зависаний вот имеется конки вот смотрите у меня значит центральный процессор использован на 26 процентов и оперативка на 45 если у вас открыто сильно много программ особенно там если там открыт видеоредактор опеншотов там сохраняйте файлик туда у вас может все это дело зависнуть или допустим вы там 15-20 вкладок открыли в гугл хроме вот смотрите вот нагрузка на систему плюс всегда можно посмотреть вот здесь вот системный монитор значит и вот как используется центральный процессор вот видно что у меня сейчас я делаю запись с экрана у меня сразу раз вот 68 процентов используется одной только программой а вы можете отследить что и как у вас там отнимает память и можете изменить приоритеты и допустим с обычного поставить на очень низкий и тогда значит даже несмотря на то что у вас там будут открыты самые разные программы но компьютер будет шевелиться то есть зависаний не будет ну и естественно также очень большую роль играет это то что сколько у вас на вашем железе находится оперативной памяти то есть если посмотреть вашу оперативную память вот в Ubuntu твик это как правило хорошо видно вот 3.8 если у вас всего лишь там 2 гигабайта памяти а вы там пытаетесь выжать все что возможно значит из вашей сборки она у вас естественно будет зависать то есть при использовании мощных программ или при открытии множества окон у вас будут как говорится замерзания экрана поэтому самый лучший вариант значит иметь от 4 гигабайт оперативной памяти и выше по возможности даже если у вас старенький там ноутбук но всегда 2 гигабайта к нему добавить можно то есть было 2 поставили 2 стало 4 и он у вас уже будет шевелиться нормально вот таким вот образом поэтому значит я вам всем значит рекомендую чтобы вы всегда этим делом как бы держали все это дело под контролем вот таким вот образом значит что могу еще сказать сборки сделаны нормально значит я постарался перевести на русский язык в коночках вот все эти данные как говорится там убрал английские названия поставил там русский чтобы было все понятно вот ну а в основном значит пожалуйста вот всегда значит по всем вопросам у вас вот имеется вот такая вот справочная информация на моем блоге и плюс значит файлик команды и видео поэтому значит если у вас какой-то будет вопрос всегда внимательнее вот сюда вот посмотрите по файлику значит команды и видео тоже значит можете вот так вот поискать а допустим можете ну вот например поищем программка хорошие есть будильник календарь вот и напишу здесь будильник вот она сразу мне значит выдает значит какие есть видеоролики по этой теме вот остановились на этом вот пожалуйста кликнули по нему и значит попадаете на необходимый ролик то есть искать по файлику на команды видео можно или вот по разделам или же вот с помощью функции там допустим поиска вот таким вот образом поэтому значит я рекомендую значит частенько почаще пользоваться моим блогом потому что здесь ну скажем так все это дело сгруппировано и многие значит вопросы освещены почему потому что я значит опирался на комментарии пользователей они задавали я отвечал и со временем значит самые основные вопросы были отвечены вот в таком плане значит ну желаю вам всего самого наилучшего смотрите линукс не бойтесь его многие боятся там этого терминала чего его боятся когда он взял из файлика команды видео ну например вот установка там программ ну я не знаю вот взяли открыли терминал ну что там ну он любую команду взяли скопировали и вставили нажали enter завели пароль нажали enter пошла установка ну и чего боятся терминала то делов то скопировал вставил нажал enter не бойтесь терминала ну ладно желаю всем всего самого лучшего приятных вам опытов с линуксами с линуксами в частности с веткой линукс mint там и ценамон и x-face и mate вот хорошие нормальные системы стабильно работает у меня линукс mint ценамон работает неделями без перерыва ну ну нормальная хорошая система многим могу порекомендовать но для геймеров или для пользователей ну скажем так с большими требованиями пожалуйста значит ставьте или работайте на этих программах везде так сказать никто ничего против не имеет ну ладно всего вам доброго